Он намерен стать самым сильным охотником на ведьм в Академии, чего бы это ни стоило. Человечество находится под угрозой, так как могущественные ведьмы хотят нарушить баланс между добром и злом. Чтобы защитить людей, была создана Академия Магии, единственная цель которой – уничтожить всех ведьм и их наследие. Спустя годы, когда Такера идет по коридорам Академии Магии, он слышит, как другие студенты смеются над ним из-за того, что он использует меч и древние реликвии в мире, где правят современные технологии. Такера сохраняет спокойствие и старается не вязываться в драку, потому что ему нужны деньги, чтобы расплатиться с долгами отца игромана. Кроме того, ему нужно заботиться о младшей сестре, поэтому он должен окончить эту Академию Магии и стать высококлассным инквизитором. После долгой прогулки по коридорам, Такера приходит в кабинет своего взвода и видит, как Усаги, одетая в нелепый костюм кролика, фотографируется с озорным и коругой. Такера, которому уже надоела его жалкая жизнь, впадает в еще большее уныние и начинает плакать. Усаги, чувствуя себя оскорбленной, обвиняет Такера в том, что он плачет, чтобы посмеяться над ее маленьким ростом, несмотря на ее преувеличенные пропорции. Такеру быстро пытается объяснить Усаги, что она такая потрясающая, что он чуть не расплакался от ее божественной красоты. Усаги клюет на эту удочку и переключает свое внимание на Икаругу, который угрожает выложить эти фотографии в интернет, чтобы подзаработать. Услышав это, Усаги приходит в ярость и пытается отобрать у него камеру. Такеру, которому надоели их выходки, успокаивает их и просит сесть, чтобы спокойно поговорить о том, что их рейтинг уже упал ниже некуда и может стать еще хуже. Если они ничего не предпримут. Усаги не из тех, кто терпит подобное неуважение. И напоминает ему, что это он, их капитан, не справляется со своими обязанностями, из-за чего они заработали 0 баллов за всю свою карьеру. Такеру не может ничего возразить и молча смотрит на Икаругу умоляющим щенячьим взглядом. Икаруга соглашается и встает. Она подходит к своему огромному игровому компьютеру с RTX 4090 и начинает нажимать на клавиши как игрок в Велланд после того, как проиграл пятый матч подряд. Затем она говорит, что у них есть шанс исправиться. И объясняет, что им нужно поймать человека, у которого есть магический предмет четвертого ранга. Если они смогут вернуть этот магический предмет и разрушить планы злодея, то смогут заработать достаточно баллов, чтобы сдать экзамен в этом году. Но они не уверены, что справятся, и тут им на помощь приходит их любимый директор Сугэцу, который предлагает отдать свою приемную дочь в их команду. Такеру удивлен, увидев Уку, которая считается гениальным инквизитором и намного превосходит их по уровню. Но иногда реальность разочаровывает или скорее радует таких людей, как Такеру, которые получили такой шанс бесплатно. Так и в этот раз худший взвод антимагической академии получил нового члена. Такару приветствует Уку, потому что раньше они были одноклассниками, но она не обращает на него внимания, потому что даже не помнит его. Усаги посмеивается над ним, потому что редко видит его таким смущенным. А Ука присоединилась к их взводу, потому что убила ведьму, которую должна была поймать. Из-за ее постоянных нарушений Сугэцу понизил ее взвание и отправил обратно в академию. И взвод, который он для нее выбрал, был тридцать пятым, то есть самым слабым взводом. Вернемся к тридцать пятому взводу. Такару объясняет Уке их новую миссию, и она без колебаний соглашается, потому что ей нужно заработать больше баллов, чтобы вернуть себе звание инквизитора. Ночью они отправляются к месту назначения, и Такеру приказывает Усаги быть снайпером и стрелять по его команде. Сам он и Ука заходят в здание, а Икаруга ведет их из офиса. Такеру и Ука осторожно подходят к цели и приказывают Усаги стрелять, но Усаги слишком глупа, чтобы попасть в настоящих врагов, и в итоге стреляет в случайных людей. Это приводит к недоразумению, потому что Такеру думает, что враги повержены, но войдя внутрь он видит, что они стоят на ногах. Они замечают меч на поясе Такару и смеются, потому что в наше время пистолеты – самое смертоносное оружие. Но Такару доказывает, что они ошибаются, и использует свой меч, чтобы отбивать пули. Но он понимает, что может их убить, и вмешивается Ука, которая побеждает их с помощью электрошокера и берет в плен последнего парня. Но тот парень все равно использует магический предмет, и Такару с Укой сражаются с ним, чтобы спастись. Но парень переоценил свои силы и проиграл, и Такару его арестовывает и ведет на допрос. Тем временем Ука понимает, почему они худший отряд, и говорит, что Усаги просто тупая, а Такару – примитивная обезьяна, которая пользуется только мечом. Вся эта команда бесит ее, и она решает выполнять задание одна, потому что думает, что ей никто не нужен. Такару хочет остановить ее, поэтому идет за ней. Но Ука не останавливается, и он решает пойти за ней, чтобы посмотреть, какое задание она выполняет. Ночью они приходят в магическую ассоциацию, которую Ука изучала и решила положить конец незаконной деятельности ведьм. Такару рядом с ней и решает взять инициативу на себя, но на них нападают враги, и Ука выходит из укрытия, чтобы защитить его. Такару быстро платит ей тем же, защищая ее от выстрелов, и Ука расправляется с врагами с помощью электрошокера. По заботившись о мужчинах, Ука заходит внутрь и видит, что уже слишком поздно, и что мужчины проводили эксперименты над девушками, расчленяя их. Ука извиняется перед тем, что от них осталось, и выходит, чтобы отомстить за них. Она стреляет в одного из мужчин и уже собирается убить его, но Такару останавливает ее и напоминает, что она потеряет свой титул и все остальное, если убьет этих людей. Но Ука говорит ему, что он ничего не понимает. Он не знает, что она потеряла свою семью из-за ведьм и больше всего на свете хочет уничтожить их род. Такару удивлен, но все равно пытается успокоить ее, говоря, что даже если она злится, убийство этих людей только усложнит ей задачу по уничтожению источника зла. Поэтому пока что ей нужно довериться ему и знать, что он будет рядом. Ука плачет и начинает громко всхлипывать, как маленький ребенок. Тем временем загадочная девушка по имени Ляпис наблюдает за ними издалека и шепчет имя Такару, прежде чем раствориться в воздухе. На следующий день Ука приходит в кабинет Сугэцу, чтобы попросить перевести ее в другой взвод, так как 35-й взвод — это полный бардак. Сугэцу говорит ей, что это невозможно, так как она уже назначена туда. Кроме того, он упоминает, что в 35-м взводе есть человек, который может быть пожирателем реликвий, и это шокирует Юку, которая решает немного подождать. После того, как она уходит, Ляпис выходит из тени, и Сугэцу желает ей удачи в заключении контракта. Тем временем в заброшенном здании девушка по имени Мари стоит и ждет кого-то, когда из темноты выходит мужчина по имени Хаунтит, весь в крови. Мари спрашивает, сколько людей он убил, и он отвечает, что не так уж и много, всего 50 человек, половина из которых были преступниками, так что ей не стоит его винить. Мари испытывает отвращение, но ей приходится терпеть, потому что она хочет бороться с инквизиторами, которые являются ее главными врагами. Она отдает ему фрагмент магического артефакта, и это вызывает у Хаунтита улыбку, потому что теперь он сможет призвать древнего героя Эйнхерия с оружием. Отдав ему фрагмент и напомнив о его обещании, Мари уходит, а Хаунтит желает ей удачи и благословляет ее благословением Валькирии, ведь девушка перед ним – дочь великой ведьмы. В академии в 35-й комнате Усаги прыгает, как кролик, тренируясь с игрушечным пистолетом. Она обещает Такару, что на следующем задании выступит лучше и докажет Юке, что она лучше нее. В этот момент в комнату заходит Юка, и Такару встает и приглашает ее на ужин. Но Юка уходит, напомнив ему, что она не из тех, кто будет выполнять его приказы, и что она не считает его своим капитаном. Такару пытается остановить ее, но Юка убегает, как и в прошлый раз, и он выбегает за ней. А Хаунтит наконец-то готов призвать Эйнхерия. Он выкачивает кровь в магический круг, а затем начинает бормотать заклинание, которое высвобождает яркий сгусток света. И из другого измерения появляется гигантский бронированный титан. В это время Юка стоит у могил своих родных и замечает, что Такару стоит позади нее. Она говорит, что он, наверное, маньяк, раз постоянно ходит за ней. Такару делает вид, что не слышит ее, и спрашивает, кто это, а затем просит рассказать о них. Юка говорит, что это случилось 9 лет назад, но воспоминания слишком болезненные, и она не может объяснить. Тогда Такару говорит, что всегда будет рядом с ней. Но Юка спрашивает, готов ли он отказаться от своей человечности, чтобы победить врагов. Такару молчит, потому что не знает ответа. В этот момент все студенты Академии антимагии получают сообщение о том, что в городе произошло нападение катастрофического уровня, и они должны остановить его. Услышав это, Юка сразу же отправляется на место происшествия, а Такару следует за ней. И Коруга тоже связывается с ним и спрашивает, что им делать. У них есть только два варианта, либо отступить и ждать, пока все закончится, либо выйти на передовую и сражаться с врагом. Такару знает, что лучше всего отступить, но Юка уже сражается на передовой, поэтому они должны помочь ей. Получив приказ от капитана, Икаруга и Усаги готовятся к бою и следуют за ним. Тем временем Юка прибывает на поле боя и осматривает раненых студентов, которые говорят ей, что Эйнхерия – это не то, с чем они, обычные студенты, могут справиться. Юка помогает раненым и направляется к Эйнхерии, которая сеет хаос по всему городу. Юка вспоминает о трагедии, которая произошла с ней, и от этого у нее закипает кровь, поэтому она сразу же вступает в бой. Она стреляет в Эйнхерию, но ничего не происходит, потому что ее окружает барьер. Она изо всех сил пытается его разрушить, но ее только отбрасывает все дальше и дальше. Это дает Такару время, чтобы прибыть на поле боя, и он обещает Юке, что на этот раз он ее защитит и принимает боевую стойку. С верной лопатой в руке Такару наносит удар по Эйнхерии с большой точностью, но оставляет лишь царапину на его крепком теле. Но раз его можно поцарапать, значит можно и разрезать. Поэтому он сразу же принимает другую боевую стойку и начинает рубить мечом. Но его атаки ничего не дают, и он только теряет выносливость. Видя, что Такару устал, Эйнхерия использует свою сильнейшую атаку, которая превращает Такару в кровавое месиво. Такару чувствует, что это конец, и сожалеет, что у него даже не было времени, чтобы поухаживать за красивой девушкой и потерять девственность. В этот момент перед ним появляется Алиса и переносит его в другое место. Она спрашивает, хочет ли он заключить с ней контракт, чтобы получить силу победить всех своих врагов. Такару отвечает «да», и она спрашивает, готов ли он отказаться от своей человечности, что напоминает Такару о Бьюкё. Так что если она может отказаться от своей человечности, почему он не может сделать то же самое? Так что он отвечает «да» на вопрос Алисы, и это завершает их сделку. Израненное тело Такару начинает исцеляться с невероятной скоростью, и он даже получает новую крутую броню. С этой броней он становится невероятно сильным и уверенным в победе над Эйнхериями. Получив силу, он снова принимает боевую стойку, и на этот раз его атаки оставляют глубокие порезы на Эйнхериях. Это придает ему уверенности, чтобы нанести последний удар, но Эйнхерии тоже начинают волноваться, поэтому они снова атакуют Такару. Но на этот раз Алиса говорит Такару, чтобы он отразил атаку своим мечом, а затем использовал ту же силу, чтобы нанести еще более мощный удар по врагу. Такару делает, как она сказала, и отражает атаку Эйнхериев, а затем использует оставшуюся энергию, чтобы нанести еще более мощный удар, который разрывает Эйнхериев на куски. Хаунтет, наблюдавший за этим со стороны, удивлен и уходит, потому что ему пора придумывать новый план. Тем временем Такару слишком устал и падает на колени Уки, которая улыбается, потому что наконец-то у нее есть тот, на кого можно положиться. Позже Хаэта и Сугэцу идут по коридору и обсуждают Мари, которую они схватили, но она ничего не помнит. Сугэцу спрашивает Хаэта, придут ли Вальхало спасать ее, и Хаэта отвечает, что зная их обычное поведение, они обязательно что-нибудь предпримут. В этот момент они подходят к хорошо охраняемой комнате, в которой держат Мари. На следующий день Сугэцу вызывает 35-й отряд в свой кабинет и сообщает им, что к ним присоединится Алиса, которая предпочитает оставаться в человеческом обличье. Сугэцу подделывает ее документы, выдавая ее за младшую сестру Такэру и даже присваивает ей его фамилию. Кроме того, Сугэцу представляет им Мари, которая тоже присоединится к их команде. Хоть она и ведьма, они не могут просто убить ее или посадить под замок, поэтому решили, что она будет учиться в Академии антимагии и станет инквизитором. Обязанность 35-го отряда следить за ней, чтобы она не совершала ничего противозаконного. Ука хотела возразить, но передумала, когда поняла, что их капитан не против такого решения. Выйдя из кабинета Сугэцу, они спускаются по лестнице, и Мари просит их оставить ее. Потому что на ее шею уже есть GPS-ошейник, который взорвется, если она попытается сбежать или использовать магию. Но Ука против, потому что ведьмам нельзя доверять. Это вызывает спор о том, что вся магия вредна, и Мари возражает, что инквизиторы тоже используют магию, например, поглотители реликвий. Такару пытается их успокоить, но Ука и Мари все равно настроены друг против друга и соревнуются во всем, что только можно. Ука, которая хорошо разбирается в спорте, превосходит Мари, которая должна быть более спортивной из-за плоской груди. Которая даже еще более плоская, чем взлетно-посадочная полоса. Но Мари умнее и знает много всего, а Ука довольно глупа и не соображает. Позже они оба начинают ссориться, и Такару вмешивается, чтобы их остановить, но в итоге получает удар в лицо от обоих. Затем Такару с болью потирает лицо, а Мари предлагает ему выпить, чтобы извиниться. Но тут проявляется ее цундерская сторона, и она говорит, что делает это не потому, что он ей нравится или что-то в этом роде. Такару соглашается выпить и говорит, что она хороший человек, но Мари напоминает ему, что люди и ведьмы живут в разных мирах. И это заставляет Такару задуматься, действительно ли это так, ведь Мари до сих пор была доброй и хорошей. Тогда он спрашивает, что она хочет делать, и Мари задумывается, а потом отвечает, что хочет доказать миру. Что не вся магия вредна, и что какая-то магия может быть полезна для человечества. Это вызывает у нее улыбку, и Такару уверяет ее, что она неплохая ведьма. Тем временем Хаунтед разговаривает со своей говорящей палочкой по имени Нахт, и тот спрашивает, почему он не убил Мари на днях, а вместо этого использовал заклинание забвения. Но Хаунтед отвечает, что это было бы не так весело, и что он хочет заполучить Мари. Поэтому у него не было другого выбора, хотя он не ожидал, что инквизиторы позволят ей присоединиться к ним. Но раз уж это случилось, он воспользуется этим и повеселится. В 35-й комнате группа обсуждает какие-то вопросы, и Ука замечает, что Мари и Такару уже называют друг друга по имени. И начинает ревновать, а потом ссорится с Мари, которая заявляет о своем превосходстве, еще больше сближаясь с Такару. У Саги, наблюдающий за всем этим, очень злится и просит их прекратить свои извращенные выходки, потому что у них есть более серьезная проблема – предстоящий турнир по боевым искусствам. Позже Такару думает о турнире, когда сталкивается с Кьюго и Акирой, которые желают ему удачи в предстоящих боях, потому что если он победит, то они встретятся с ним во втором раунде. Такару знает, что Кьюго насмехается над ним, но ему все равно он уже привык. Акира, напротив, очень добрый и извиняется перед ним за Кьюгу. После разговора с ними Такира идет домой, но его останавливает Мари, которая говорит, что будет жить с ним, потому что за ней нужно постоянно присматривать. Однако, поскольку Ука боится, что они могут сделать что-то неприличное, она заставляет их позволить ей остаться с ними. Так, бедный Такира оказывается между двумя девушками, которые не ладят друг с другом. Он отводит их в свою обшарпанную квартиру и идет в супермаркет за продуктами, оставляя двух девушек, похожих на огонь и воду, наедине друг с другом. Когда Такира возвращается, он открывает дверь и видит Мари в ее естественном виде. Такира смущается и закрывает глаза, но Ука, которая тоже принимала душ, выбегает из ванны, потому что ей показалось, что она увидела призрака. Начинается турнир по боевым искусствам, и взвод Такира сражается с другим взводом, который не так силен. Но несмотря на это их координация намного лучше, чем у противника, из-за чего 35-й взвод терпит многочисленные поражения. Такеру придумывает, как победить в этой битве, но Ука сообщает команде, что отвлечет врагов, чтобы Такеру смог их уничтожить. Но их план проваливается, и они снова оказываются в проигрышной ситуации. Тогда Мари, которая не хотела участвовать в битве, решает пожертвовать собой ради команды, чтобы они смогли победить. На этот раз их план срабатывает, и они уничтожают вражеский отряд и одерживают победу. После этой битвы Такеру и команда благодарят Мари, которая смущается и отказывается принимать похвалу. Тем временем Ука направляется в кабинет Сугэцу, чтобы рассказать ему о битве, но обнаруживает, что его нет на месте. Она уже собирается уходить, но замечает на столе несколько документов и решает их прочитать. В них говорится о Марии и о том, что ее обвиняют в убийстве и связях с Волгалой. На следующий день группа отправляется на летний фестиваль, и Мари спрашивает Такеру, что бы он сделал, если бы она оказалась злодейкой. Такеру отвечает, что заставил бы ее стать хорошим человеком, ведь это его работа как капитана. После возвращения с фестиваля группа готовится к битве с отрядом Кьюи, который тоже хочет победить Такеру и опозорить его перед всеми. Пока толпа с нетерпением ждет битвы, Сугэцу и Хаэто следят за безопасностью, ведь Волгалой может воспользоваться этим шансом, чтобы напасть на них и разобраться с Мари. Ака тоже рассказывает об этом Такеру, но он просит ее молчать и понаблюдать за происходящим, ведь все может быть не так, как она прочитала. Но Ока все еще немного рассеяна во время боя, поэтому Такеру просит ее успокоиться и сосредоточиться на сражении. В этот момент он слышит крики, обернувшись видит, что тело Акиры покрыто огромными черными лозами, которые пронзают грудь Кьюи. Такеру хочет остановить ее, но она превращается в огромный цветущий куст, из которого появляется Хэунджи, объявляющий себя командиром Вальхалы. Затем он направляется к Мари и пытается напомнить ей о себе, но Мари его не узнает. Он хочет что-то сказать, но его прерывает град пуль, которые пронзают его тело, и он сдувается, как воздушный шарик. Однако Хэунджи не так-то просто убить, он окружает себя магическим барьером, который затягивает его в отряд Такару. Барьер настолько прочный, что даже пули не могут его пробить, поэтому они могут только ждать снаружи, пока все зависит от Такеру, который находится внутри барьера. Хэунджи хочет подойти к Мари, но Такеру останавливает его и просит сдаться, потому что Мари никуда не уйдет. Хэунджи не воспринимает слова Такеру всерьез, считая его просто мухой. Он хочет, чтобы Мари вспомнила его, поэтому снимает заклинание, которое напоминает ей о случившемся. Он заставил Мари помогать ему, потому что взял в заложники ее братьев и сестер в приюте. Мари хотела спасти их, поэтому он заставил ее выполнять грязную работу по поиску магического артефакта для него. Мари спрашивает Хэунджи, может ли он освободить ее братьев и сестер, но он отвечает, что сделает это только если она согласится стать его девушкой. Но тут вмешивается Такеру и говорит Мари, что ее братья и сестры мертвы. Это заставляет призрака рассмеяться, и он выпускает из своей некроманской магии тела мертвых детей, отчего Мари не выдерживает. Такеру тоже надоело, и он тут же просит Ляпис призвать доспехи, чтобы сразиться с призраком. Призрак удивлен, увидев, что Такеру охотник на ведьм, но не слишком впечатлен, потому что он все равно сильнее. Такеру, которого поддерживает Ляпис, бросается прямо на призрака, но тот отступает и пронзает Такеру своим мечом. Такеру понимает, что призрак тоже охотник на ведьм, но Ляпис поправляет его и говорит, что у призрака есть реликвия героя под названием Жизнь Дэна, которая в древности тоже была очень мощным мечом. Теперь это битва между двумя мечниками, что делает ее интереснее, чем перестрелка с использованием огнестрельного оружия. Пока призрак хвастается своей крутой реликвией, Такеру исцеляется с помощью Ляпис. Чтобы дать Такеру время на восстановление, Мари решает пожертвовать собой и использует свое магическое заклинание. К сожалению, заклинание не попадает в призрака, и жертва Мари оказывается напрасной. Но когда Мари ожидает, что ее ошейник взорвется, он перестает работать, и это удивляет ее. Ука говорит, что она больше узнала о ее случае и заставила Сугэцу снять с нее ошейник. Мари не ожидала, что Ука сделает для нее что-то подобное и смущается. Но она все равно не благодарит ее, потому что Цундере всегда остается Цундере. Тем временем Такеру уже восстановился и снова вступает в бой, но на этот раз он осторожнее с мечом призрака. Чтобы поддержать Такару, Мари снова стреляет в призрака, но тот уворачивается и смеется над Мари, называя ее ужасным стрелком. Он не понимает, что Мари целилась в Такару, который использует особую способность Ляпис, чтобы поглотить силу и зарядить мощную атаку. Получив дополнительную силу, Такару атакует призрака, но тот блокирует удар своим мечом. Ляпис смеется над ним, говоря, что его тупой меч никогда не победит острый меч Такару. Призрака отбрасывает к стене здание и его барьер отключается. Он спрашивает Такару, как его зовут, и узнав это, понимает, что тот принадлежит к семье охотников на демонов и уходит с поля боя, ничего не объяснив. Такару тоже очень устал и падает, когда его подхватывают товарищи по команде. После этого случая все возвращаются к обычной жизни, кроме Усаги, к которой в академию приходит мать и выражает свое разочарование, увидев ее оценки. Она говорит, что если Усаги продолжит получать плохие оценки, то это будет ее последний месяц в этой академии. Тем временем в актовом зале вице-президент Рема объявляет, что охота на ведьм, которая является давней традицией академии, скоро возобновится. И на этот раз все студенты получат специальные жетоны, которые можно обменять на школьные баллы или наличные деньги. Услышав слово «наличные», Такару тут же удивленно высовывает язык. В то время как другие студенты участвуют ради школьных баллов, он просто хочет заработать денег, чтобы расплатиться с отцовским долгом, который тот оставил на нем. Поэтому Такару немедленно собирает экстренное совещание, чтобы обсудить план участия в охоте на ведьм. Они обсуждают разные вещи, когда Усаги хочет зайти, но останавливается, потому что боится, что снова испортит им настроение своим выступлением. Она уже собирается уйти, но слышит, как Мария и остальные хвалят ее, и улыбается, снова обретая надежду. Но вскоре разговор переходит на ее прозвище, и она злится, врывается в комнату и говорит, чтобы ее так не называли. Такару и остальные, которые ждали ее, рады, что она пришла, и рассказывают ей о соревновании по охоте на ведьм. Они хотят участвовать, чтобы Такару мог заработать денег и расплатиться с долгами. Усаги тоже рада поучаствовать в последнем мероприятии, прежде чем ее заставят бросить школу. Но ее планы рушатся, когда капитан другого взвода предлагает объединиться с взводом Такару, чтобы набрать больше очков в соревновании. Он говорит, что у них мало людей, и им лучше объединиться, чтобы компенсировать это. Такару не против и соглашается на его предложение. После собрания все разошлись по своим делам. Усаги просто прогуливается по школе, когда натыкается на рему и начинает сильно потеть. Рема здоровается с Усаги и спрашивает, как у нее дела в школе, но видя, что она слишком напугана, чтобы говорить, меняет тему и говорит, что скоро она будет принадлежать ему. Усаги падает в обморок, потому что боится даже посмотреть ему в глаза. Но Рейма не помогает ей, а просто холодно наблюдает за ней с фальшивой улыбкой. Текуру, который случайно проходил мимо, замечает Усаги и сразу же спешит ей на помощь, удивляясь, что Рейма с Усаги. Рейма здоровается с Текуру и спрашивает, не он ли капитан Усаги. И получив утвердительный ответ, оставляет Усаги на его попечение, сказав, что лучше ему позаботиться об Усаге, пока она не станет его. После того, как Рейма уходит, Текуру пытается успокоить Усаги, которая все еще дрожит от страха. Текуру отводит ее в медпункт, где Усаги продолжает цепляться за его рубашку. Он зовет остальных девушек в медпункт, которые потрясены увиденным и задаются вопросом, что могло вызвать у нее такое состояние. Убедившись, что они хотят уйти, но Усаги продолжает цепляться за него, Текуру ничего не остается, как остаться с ней, пока она не очнется. Мари предупреждает его, чтобы он не делал ничего подозрительного, иначе она может сделать с ним что-нибудь невообразимое. Через некоторое время Усаги просыпается и, увидев, что держит Текуру за руку, смущается. Она благодарит его за то, что он был рядом с ней все это время, но Текуру напоминает ей, что он обещал ей это, поэтому, конечно, он будет рядом с ней. Тем временем, Уко останавливает член студенческого совета, который сообщает ей, что президент хочет поговорить с ней. Уко приводит в секретную комнату, где Нагару приветствует ее и спрашивает, не хочет ли она свежих апельсинов. Но Уко отказывается, говоря, что есть апельсины, это все равно, что каннибализм, потому что у нее тоже оранжевые волосы. Нагару не из тех, кто тратит время впустую, поэтому она возвращается к главной теме. А именно к тому, что легендарная ведьма по имени Мефистофель, возможно, снова вернулась к своим делам. Но Уко не верит ей, потому что это всего лишь легенда. Тогда Нагару показывает ей доказательства, что весь ее отряд был убит этой ведьмой в этом месяце и выжили только она и ее секретарь. Уко в шоке и спрашивает, есть ли у нее какие-нибудь зацепки на эту ведьму, раз она позвала ее сюда. Нагару отвечает, что проблема может быть в Рейме, чье появление совпадает по времени с появлением Мефистофеля. Возвращаясь к Усаге, Такиру убеждается, что с ней все в порядке и решает проводить ее домой. Но во время прогулки он спрашивает ее о Рейме, но Усаге отказывается говорить об этом. Тогда он настаивает, чтобы она рассказала ему, и она признается, что Рейма ее невеста, на которой она была вынуждена жениться, потому что она последняя наследница своей семьи. И им нужно было привязать себя к такой влиятельной семье, как семья Реймы, чтобы обеспечить свое будущее. Таку не ожидал такого поворота событий, поэтому он сразу же хватает ее за руку и настаивает, чтобы она переночевала у него дома. Позже в квартире Таку и Юка и остальные приходят к нему. Усаге рада, что все ее поддерживают, и это очень ее радует. Теперь, когда Усаге чувствует себя лучше, они отвозят ее обратно в школу, чтобы создать воспоминания. И Коруга заставляет всех переодеться и сделать групповое фото на память. Это также дает Усаге понять, что она больше не одна. Теперь она может сражаться с Реймой, не боясь его. Пока группа исследует Рейму и пытается спасти Усаге от него, Рейма тоже усердно работает над предстоящим мероприятием по охоте на ведьм. Он приказывает членам комитета украсить академию, но Ука считает это подозрительным и просит на гуру осмотреть академию с воздуха. Это позволяет ей понять, что Рейма создает огромный магический круг, что также подтверждает, что он может быть причастен к Мефистофелю. С другой стороны, Такеру занимается своими обычными делами, когда Рейма замечает его и спрашивает, все ли в порядке с Усаге. Но Такеру, который теперь знает, кто он на самом деле, предупреждает его, чтобы он не смел плохо отзываться об Усаге, иначе он с ним разберется. Но Рейма даже бровью не ведет и вместо этого говорит Такеру, что Усаге убила своего брата и угрожает отрезать ему язык, если он еще раз скажет что-то плохое об Усаге. Но Рейма просто отталкивает его, напоминая, что он ее жених, а Такеру всего лишь обычный товарищ по команде. Рейма в плохом настроении после разговора с Такеру. Позже он находит Усаге и решает запугать ее. Но теперь она не одна. Она его не боится, поэтому у него нет другого выбора, кроме как использовать смерть ее брата, чтобы ослабить ее и контролировать. Тем временем секретарь Нагуры Шизука сообщает ей, что они подтвердили, что за Мефистофелем стоит Рейма. Она просит у Нагуры разрешения поймать его, так как теперь у них есть доказательства против него. Но Нагура отвечает, что хотела оставить ее в живых, но поскольку она стала шпионкой, у нее не было выбора, кроме как убить ее. Сказав это, Нагура достает пистолет, чтобы выстрелить в Шизуку, но Шизука оказывается проворнее просит Уку помочь ей поймать Рему, и когда они входят в его комнату, Шизука предает ее, потому что ее тело уже захватил Мефистофель. Ука хочет выстрелить в нее, но Мефистофель использует заклинание, чтобы обездвижить ее, а затем занимает ее тело, потому что оно лучше, чем тело Шизуки. Захватив тело Уки, она понимает, что Рема ведет себя слишком высокомерно, поэтому решает наказать его, но обещает наградить его всей Академией, когда вернет свое тело. Тем временем Такера получает звонок от Нагуры, которая выжила после покушения благодаря бронежилету. Она сообщает Такера, что Мефистофель захватил тело Уки, и она планирует использовать гигантский магический круг, чтобы найти свое тело. Она приказывает Такера остановить Мефистофеля, но Такера затыкает ее и напоминает, что это она подвергла Уку опасности, поэтому у нее нет права приказывать ему. Но как друг Уки, он спасет ее. Получив информацию от Нагуры, Такера немедленно отправляется спасать Уку, но по пути к ней обнаруживает, что Усаги похитил Рема, у которого явно недобрые намерения. Тем временем в церкви Усаги кладут на стол, и ей снится, как она играла со своим старшим братом, который хотел попробовать пострелять из дробовика, но случайно выстрелил в себя. Это стало травмой для бедной Усаги, которая хотела покончить с собой, но не могла, потому что была последней наследницей в своей семье. Из-за этого она стала уязвимой для таких, как Рейма, который начал издеваться над ней и морально, и физически. Усаги просыпается от своего кошмара и видит перед собой Рейму. Она знает, что он собирается сделать с ней что-то ужасное, но не может сопротивляться, потому что он постоянно напоминает ей о той травме. Но когда она уже готова сдаться, она вспоминает фотографию, которую они с друзьями сделали на днях. Она кусает Рейму в плечо и сразу же отскакивает, но это только злит Рейму, и теперь он хочет наказать ее еще сильнее. Но его планом мешает Такеру, который появляется словно герой из болливудского фильма и бьет Рейму по лицу. Такеру просит Усаги помочь Уке, а сам обещает избить Рейму вместо нее. Усаги благодарит Такеру и рвет свою юбку, чтобы бежать быстрее. И Коруга протягивает ей винтовку с двумя патронами. Один для того, чтобы отделить душу от тела, а другой, чтобы убить эту душу. Тем временем Мари разрушает магический круг, когда Мефистофель пытается напасть на нее, но Усаги хватает ее и сбивает с ног. После того, как Усаги бросает ее в лес, она пытается выстрелить в нее, но Мефистофель накладывает на нее заклинание, которое превращает всех парней в радиусе 100 метров в ее поклонников. Мефистофель использует этот шанс, чтобы вернуться к Марии и остановить ее, но на этот раз попадает в засаду Такару, который только что уничтожил последнюю надежду Ремы. Начинается поединок между Мефистофелем и Такару, которые сражаются друг с другом. Но Такару получает ранение, так как не может справиться с остальными и начинает проигрывать. Но его битва с Такару дает Усаги достаточно времени, чтобы освободиться от толпы поклонников и добраться до места, где она нанесет последний удар Мефистофелю. Но когда она добирается туда, она не может понять, чье тело захватил Мефистофель. Она колеблется, не зная, в кого стрелять, но Такеру говорит ей, что если она не уверена, то пусть сначала выстрелит в него. Это пугает Мефистофеля, и она выдает свои слабости, из-за чего Усаги попадает в нее метким выстрелом. После этого ее душа покидает тело Уки и пытается сбежать, но Усаги доказывает, что она гениальный снайпер и попадает в летящую душу Мефистофеля, оставляя ее имя в книге мертвых ведьм. После того, как Усаги расправилась с Мефистофелем, она и все остальные подходят к Уке, которая не приходит в себя, но Икаруга проверяет ее пульс и понимает, что она еще жива. После инцидента с Мефистофелем Сугэцу вызывает Икаругу в кабинет директора и сообщает ей, что алхимики пытаются воскресить темного эльфа с помощью древней живой клетки. Клетка называется Потерянная матрица, но она была утеряна четыре года назад. Но все это связано с фамилией Суганами, которая совпадает с ее фамилией. И насколько известно Сугэцу, у нее есть прошлое, связанное с организацией алхимиков. Икаруга отказывается что-либо рассказывать и уходит. Хаэто спрашивает Сугэцу, не стоит ли им посадить ее в камеру, чтобы получить информацию, но тот отвечает, что обращаться с такой красивой девушкой, как она, было бы варварством. И что лучше оставить все как есть, потому что это может принести им пользу. Тем временем объявляют новый рейтинг взводов, но несмотря на то, что многие взводы расформированы, взвод Токару все еще на последнем месте. Чтобы улучшить свой рейтинг, группа думает о том, чтобы взять дополнительные задания, которые помогут им заработать больше кредитов. И Коруга предлагает найти для них какие-нибудь сомнительные задания, которые помогут быстро заработать. Однако группа отказывается, после чего она встает и говорит, что берет перерыв на неопределенное время и уходит попрощавшись. Такеру понимает, что с ней что-то не так, потому что она никогда раньше не прощалась. Он идет за ней, чтобы убедиться, что все в порядке. Остальные члены группы тоже беспокоятся и решают пойти за ней. Тем временем сестра Икаруги, Исука, встречается с Хаундом, который удивлен, что она бросила алхимию ради работы в Вальхале. Он говорит, что хотел бы провести с ней время и узнать ее получше. Но увидев, что Исука интересуется только машинами и технологиями, он теряет интерес и меняет тему. Он говорит, что любит убивать людей и что его мотивы не более, чем это. Он не понимает, почему она решила присоединиться к нему. Но прежде чем Исука успевает ответить, у нее начинает болеть голова, потому что она получает информацию о пропавшей матрице от своей сестры. Хаунтед спрашивает, можно ли ей доверять, на что Исука отвечает, что не стала бы врать о такой информации. Икаруга продолжает идти к своей цели, когда ей звонит сестра и спрашивает, почему она хочет ей помочь. Икаруга отвечает, что ее цель вернуться к алхимикам и продолжить свои исследования по возрождению темных эльфов. Но Исука отвечает, что если бы она действительно хотела этого, то не сбежала бы, украв матрицу. Икаруга отвечает, что в то время она хотела сбежать от алхимиков, чтобы продолжить свои личные исследования, поэтому ей пришлось это сделать. Но теперь она хочет вернуться к работе с алхимиками. Она исправит свои прошлые ошибки. Но во время разговора на нее нападает группа головорезов, и ей приходится покинуть подземные туннели. Токуру и остальных, которые следуют за ней, постигает та же участь. И они тоже вынуждены подняться на поверхность. Но они разделяются и все бегут, спасаясь от нападающих, когда Токуру натыкается на Икаругу, которая выглядит очень уставшей. Икаруге ничего не остается, кроме как отвезти Токуру в безопасное место, пока она звонит Исуке, чтобы остановить нападение, и напоминает ей, что члены отряда и ее товарищи. И с ними ничего не должно случиться, иначе сделка будет расторгнута. Тем временем Сугэцу тоже получает звонок от Сузаку, который сообщает ему, что алхимики не имеют к этому никакого отношения, потому что под их именем и по их мотивам работает какая-то организация-изгой. Он приказывает Хаято собрать всех охотников на ведьм и рыцарей в академии, потому что они собираются на войну. Икаса же встречается с Укой и другими, которых она забрала в свой штаб, чтобы они были там в качестве заложников. Она удивлена, узнав, что Икаруга для них как товарищ, потому что никогда не думала, что сможет с кем-то подружиться. Поэтому она решает рассказать им, кто такая Икаруга на самом деле. В воспоминаниях Икаруга и Исука еще совсем юные, но они обе были обучены алхимиками и стали гениальными изобретательницами. У них нет эмпатии и человеческих эмоций, но однажды Икаруга находит книгу о семье, которая вызывает у нее любопытство. Она решает создать семью и разрабатывает план воскрешения темного эльфа и ей удается создать клона. Но поскольку у клона нет магических способностей, его собираются уничтожить, но когда ребенок называет ее мамой, она влюбляется в него и называет Канарией. После этого она решает, что больше не хочет оставаться в этом месте и планирует сбежать с Канарией. Но она обнаруживает, что Канарии больше нет в ее камере. Вернемся к Токару. Икаруга забирает его с собой. Она делает ему укол, чтобы он не помешал ей заключить сделку с Исукой. Сказав ему, что любит его, Икаруга переодевается и уходит, а Токуру остается только пытаться подняться. Через некоторое время Исука поднимается на крышу, где ее ждет Икаруга. Но перед этим она спрашивает, в каком состоянии находятся члены ее команды. И предупреждает, что если они попытаются причинить вред людям, которые ей не безразличны, она превратит их жизнь в ад. Тем временем наемники Исуки бросают Уку и остальных посреди города и убегают. Пока Ука и Мари думают, что делать, Усаги уже направляется к большому зданию, чтобы вернуть Икаругу. Но Ука напоминает ей, что она преступница с тяжелым прошлым, но Усаги это не волнует, ведь сейчас для нее главная Икаруга. Ее решимость заставляет Уку и Мари поддержать ее, и они решают пойти и помочь Икаруге. За ними едет роскошный лимузин, в котором сидят Хаэта и Сугэцу. Сугэцу не вдается в подробности и просто сообщает, что они идут на войну и просит девушек запастись оружием. Тем временем Такэру с трудом выбирается из здания и просит Лапис превратить его, чтобы у него были силы спасти Икаругу. Лапис выполняет его просьбу и тут же превращает его в охотника на ведьм и он направляется к зданию, чтобы вернуть Икаругу. Теперь, когда все фигуры расставлены, Сугэцу дает сигнал к началу войны и сам вступает в бой используя свой артефакт. Его способности позволяют ему управлять врагами, заставляя их сражаться друг с другом, что доставляет ему огромное удовольствие. С другой стороны Такэру тоже сражается с врагами, когда к нему подходит Ука и предлагает прикрыть его сзади, пока Усаги и Мари защищают его от засад. В лаборатории Икаруга спрашивает Исуку, не чувствует ли она ностальгию, но Исука испытывает только ненависть к своей сестре, которая сбежала с самым важным исследованием в ее жизни, разрушив тем самым всю ее карьеру. Более того, врачи сказали ей, что она испытывает ненужные эмоции и решили ее переубедить, но в итоге она стала еще более подавленной. Она винит во всем Икаругу и ее дурацкую книгу, но Икаруга не понимает, почему она ее винит. Это только еще больше злит Исуку, которая стреляет ей в ногу и требует вернуть потерянную матрицу, чтобы она могла вернуться к своей цели в жизни. Однако Икаруга лишь смеется, показывая, что матрица уже находится в ее теле. Исука называет ее сумасшедшая, но Икаруга доказывает это, превращаясь в темного эльфа. Она создает магическую сферу в руке и говорит, что магия настолько сильна, что с ее помощью можно даже создать антиматерию. Но Исука называет ее безумным ученым и пытается остановить, но выражение ужаса на ее лице заставляет главного организатора этого плана показаться на глаза. Это никто иной, как мистер Хаунтет из самой Вальхалы. Он пробивает дыру в груди Исуки, чтобы удовлетворить свои желания, а затем хвалит Икаругу за ее гениальность и предлагает ей место в Вальхале. Однако Икаруга охвачена горем и яростью, поэтому она бросает магическую сферу в Хаунтеда, который защищается магическим барьером. В результате происходит взрыв, который разрушает всю лабораторию и раскрывает их миру. Икаруге удалось защитить Исуко от взрыва, но сама она сильно пострадала. Икаруга просит ее не напрягаться, потому что она уже на последнем издыхании. Она благодарит Икаругу за то, что та была ее сестрой, и сообщает, что Вальхала нашла Канарию и взяла ее в плен. Сказав это, она делает последний вдох и радуется, что может умереть на руках у сестры. С другой стороны, Хаунтед выбирается из-под обломков и предлагает Икаруге снова присоединиться к нему, но в ответ получает пулю в голову, что приводит его в ярость. И он решает закончить начатое и призывает гигантскую Виверну из портала. Сначала все думают, что это дракон, но Ляпис подтверждает, что это не дракон, а Виверна. Но несмотря на это, шансы Токару победить в схватке один на один все равно меньше 0,4%. Поэтому чтобы победить специальный рельсотрон, чтобы выстрелить в Виверну, пока Токару отвлекает ее. И если Усаги удастся выстрелить, Виверна погибнет через несколько секунд, потому что это всего лишь машина, а все машины можно выключить. Группа следует ее плану, пока Такеру продолжает отвлекать Виверну, а Усаги пытается выстрелить. Это шокирует всех, потому что если рельсотрон не убьет Виверну, то у них в ядро Виверны, но у него заканчивается мана. К счастью, Мари стреляет в него сферой маны, которая поглощается его клинком, что дает ему последний шанс нанести мощный удар. Используя свою особую технику борьбы с драконами, Такеру разрезает сердцевину Виверны на части, из-за чего она отключается и падает. После битвы Мари и Ука спорят, кто из них больше помог, а Такеру выходит из Такеру жалеет ее и гладит по голове, отчего она начинает плакать. Тогда он говорит ей, что даже если она не хочет обременять других своими проблемами, она может хотя бы поплакаться ему. После битвы с Виверной и Волгалой у группы совсем мало денег, поэтому они соглашаются на любую работу. Икоруга находит для них задание, они должны работать официантками и хостис в ночном клубе. Ука сомневается, но Икоруга подразнивает ее, говоря, что она еще ребенок и не справится с такой работой. В гневе Ука соглашается, но потом жалеет об этом, когда понимает, какие извращенцы бывают в ночных клубах. Но ради задания она старается сохранять спокойствие. Она ждет, когда подозреваемый выдаст себя и внимательно наблюдает за ним. Когда она замечает у него в кармане подозрительный подарок, она решает воспользоваться моментом и понаблюдать за ним. Но он случайно касается ее груди и она кричит на него, а потом в гневе стреляет из пистолета в подарок на столе, который оказывается всего лишь игровой приставкой. Тем временем настоящий подозреваемый пугается и пытается сбежать, но Такеру и другие девушки его ловят. Позже Юка очень смущается из-за того, что допустила такую оплошность и извиняется перед всеми, но они прощают ее, потому что им интереснее узнать, что за магический артефакт они нашли. Икаруга осматривает его, но оказывается, что это обычное кольцо с магией F-уровня. Однако его эффект до сих пор неизвестен. Юка хочет его примерить, но другие девушки ссорятся с ней из-за этого. В конце концов кольцо оказывается на руке Такару и из него выходит туман, окутывающий всю комнату. Когда он просыпается, то понимает, что все ведут себя странно. Он пытается сбежать, но его ловит Икаруга и говорит, что кольцо действует так, что все пьянеют. Такару спрашивает, не действует ли оно на нее, и она начинает дразнить его, приближаясь к его лицу, но в итоге ее тошнит от того, что она слишком пьяна. К счастью, она не поцеловала его, иначе он превратился бы в еще одного Денджи. После завершения этой миссии группа берется за другую необычную задачу, исследовать пляж, на котором с момента открытия всегда лето. Власти подозревают, что это дело рук могущественной ведьмы, поэтому группа отправляется на пляж, чтобы все выяснить. Как же может быть пляжная серия безлетних штучек? Поэтому все надевают купальники, чтобы насладиться пляжем, пока они выясняют правду. Пока все веселятся, и Каруга сидит под зонтиком, потому что чувствует себя слишком плохо на солнце. Как и любой другой атаку в мире, она так сильно ненавидит сон, что даже не хочет подглядывать за красивыми девушками в купальниках. После того, как они немного поплавали в море, они съели немного лапши и мороженого, чтобы насладиться прекрасной погодой. Но это вызвало расстройство желудка у Токару, и он сразу же заперся в туалете. В этот момент местные жители сообщили группе, что на них напало морское чудовище, и отряд немедленно отправился на его поиски. Затем Ука призналась, что не умеет плавать, и самари Усаги и Ляпис Лазурь должны были справиться с морским чудовищем в одиночку. Потому что Икоруга слишком плохо себя чувствовала из-за летней жары, а Такеру застрял в туалете, сражаясь со своими внутренними демонами, прямо как обычный американец после Така Бургера. Мини-отряд отправился на битву со злобным монстром, но его схватили скользкие щупальцы и утащили под воду. К счастью, Такеру только что победил своих внутренних демонов и смог выйти и спасти положение. После того, как он спас девушек от морского чудовища, он вытащил его на поверхность, и оказалось, что именно оно было причиной летней жары. Ука поблагодарила это еще больше укрепило их дружбу, и они решили взяться за еще больше миссий. Однажды Такеру отправился в самую охраняемую тюрьму в мире, чтобы встретиться со своей младшей сестрой. Ему разрешили увидеться с ней, но только через стеклянную стену, так что они могли только слышать и видеть друг друга, но не могли прикоснуться. Кисеки была рада видеть своего старшего брата, и сказала, что он стал еще красивее. Такеру с другой стороны расстроился увидев свою сестру в таком состоянии, но Кисеки сказала, что все в порядке, и спросила, не привез ли он ей еще истории из внешнего мира. Такеру рассказывает ей о новых девушках, с которыми познакомился, в том числе Абуке, и говорит, что очень дорожит ею. Кисеки немного ревнует, потому что спрашивает, любит ли он ее, на что Такеру отвечает, что это не так, и что он просто восхищается ею. Кисеки не успокаивается и хочет продолжить разговор, но время заканчивается и Такеру вынужден уйти. Несколько дней он продолжает работать и берет все больше и больше заданий, из-за чего не высыпается и не отдыхает. Ука беспокоится и спрашивает, все ли с ним в порядке, и напоминает, что если ему что-то понадобится, он может позвонить ей. Такеру уверяет Уку, что с ним все хорошо и уходит, но по пути идет вместе с Цугэцу. Такеру спрашивает, все ли в порядке с Акирой, но Кию отвечает ему с презрением, называя предателем. Кию уходит, а Цугэцу ведет его в учреждение, где он увидит самую опасную преступницу на планете и это никто иная, как Кисеки. Цугэцу объясняет, что сила Кисеки настолько ужасна, что может уничтожить всю планету. Поэтому ее держат в плену, чтобы вводить ей антимагические сыворотки, чтобы она оставалась спокойной и не буянила. Обычно Кисеки очень агрессивна, но после встречи с братом становится более уравновешенной. Сейчас самое подходящее время, чтобы вести ей эти препараты и держать ее под контролем. Но они не понимают, что на этот раз Кисеки не в себе, потому что она была взволнована из-за брата и боялась, что он бросит ее, когда у него появится девушка. Из-за этого она высвободила огромное количество маны и система не справилась. Су-Гэ-Цу боится, что она сбежит, поэтому приказывает Хаэто запереть ее в камере, чтобы он мог сразиться с ней и убить всех демонов, которых она создала. Тем временем отряд новобранцев отправляется на новое задание, но на этот раз оно очень серьезное, потому что цель волшебник, уровень угрозы которого би. После того, как волшебник клюнул на приманку, которую подбросила Икаруга, она просит девушек сразиться с ним. Но волшебник использует магию, чтобы создать множество растений из пуль, которыми он стрелял в группу, и они запутываются в них. Остался только Такеру, который преследует волшебника, но останавливается, когда замечает, что все затихло, и из тени появляются кисеки. Она говорит Такеру, что он пришел сюда, услышав его сердцебиение и рада, что может снова обнять его. В этот момент приходят Ука и остальные и спрашивают Такеру, кто эта девушка в его объятиях, но это только злит Такеру, и он отталкивает ее мечом, угрожая ей. Ука, которая никогда не видела Такеру в таком состоянии, потрясена и пытается сказать ему, что что бы ни случилось, они никогда не будут его врагами. И Такеру успокаивается, говоря, что девушка в его объятиях его младшая сестра, которая сбежала из тюрьмы строгого режима, чтобы увидеться с ним. Тем временем Сугэцу разбирается с последствиями аварии, так как весь завод разрушен. Хаэто выбирается из-под обломков относительно невредимым, что доказывает, почему он самый сильный охотник на ведьм в мире. Пока Сугэцу думает, как объяснить это властям, Кисеки отводит в квартиру Такеру, чтобы она отдохнула, пока он за ней присматривает. Там Кисеки извиняется перед Такеру за то, что снова убила, но Такеру уверяет ее, что это не ее вина, потому что она потеряла контроль над своими силами. Но Кисеки говорит ему, что это происходит только тогда, когда ее сердце хочет что-то сделать, поэтому ее тело действует так неестественно. Такеру винит во всем ее тело и просит ее хранить свое сердце в чистоте. В этот момент в комнату заходит Ака и приветствует Кисеки, обращаясь с ней как с младшей сестрой. Кисеки немного стесняется и прячется за Такеру, понимая, что это та самая девушка, о которой говорил ее брат. Ука говорит Такеру, что девочки хотят с ним поговорить, поэтому он оставляет Кисеки в комнате и идет в другую, чтобы встретиться с девочками. Они спрашивают его о сестре, но он не может объяснить, и Каруга говорит вместо него, что его сестра не может контролировать свою силу, и это представляет большую угрозу для мира, потому что ее магическая сила слишком велика. Девочки понимают, что Такеру тоже очень переживает за сестру и решают что-нибудь для него сделать. Они обещают не возвращать Кисеки правительству, а взамен он может пригласить Кисеки на свидание на полдня. Такеру благодарит их, потому что это сделало бы счастливыми его и Кисеки. Тем временем девушки переодевают Кисеки в обычную одежду, чтобы она могла выйти на улицу, не привлекая внимания. Позже Такеру и Кисеки наслаждаются своим свиданием, и она говорит, что девочки замечательны и хорошо к нему относятся. Вот почему она вдруг подумала, что лучше бы ей умереть, и попросила его убить ее. Но Такеру говорит, что если он ее убьет, то и сам умрет. Но пока он хочет, чтобы она жила, и он может наслаждаться каждым мгновением, проведенным с ней. Решимость в глазах брата убеждает Кисеки, и она просит его продолжать любить ее. Тем временем в комнату входит мужчина по имени Арати и видит перед собой полуэльфа. Он сообщает ей, что цель, которую они должны были захватить, сбежала, и теперь им пора ее поймать. Но полуэльф спрашивает, не лучше ли напасть на Академию, ведь сейчас они слабее всего. Но Арати говорит, что они присоединились к призракам не для того, чтобы исполнять его желания, и уходит. Такеру гуляет по городу с Кисеки, и она замечает колесо обозрения. Такеру объясняет ей и решает, что ей лучше самой это испытать, но прежде чем они успевают туда пойти, их останавливает Кюка и направляет на него пистолет. Он называет Такару предателем за то, что тот укрывает еретика, и говорит, что убил бы их всех до единого, но Такару останавливает его. И оказывается, что у Кюи тоже есть пожиратель реликвий, который как-то связан с Акирой, который, как предполагалось, был мертв. Их драка приводит к большим разрушениям, и Сугацу останавливает их и предупреждает о последствиях. Он также возвращает Кюсёки и собирается увезти ее, но Такару хочет поговорить с ней в последний раз. Кюсёки просит Такару выполнить его обещание и теряет сознание, когда команда Сугацу уносит ее. Сугацу приказывает Такару побыть в одиночной камере, чтобы он мог прийти в себя. Он также сообщает, что они отвезут его сестру в другое место, где алхимики смогут помочь ей лучше контролировать свои силы. Но именно поэтому Волгала охотится на ее сестру, поэтому им нужно быть осторожными. После того, как Такару остается один, Кюсёки увозят в бронированном автомобиле под усиленной охраной в секретное место. Однако на полпути на них нападают и Кюя спрашивает Хаэта, на чьей он стороне, людей или еретиков. Хаэта понимает, что этот Кюя сумасшедший и отвечает, что сделает все, чтобы защитить человечество, и они оба выходят наружу, чтобы сразиться с врагами. Тем временем Такару, который был в одиночной камере, вспоминает, как впервые встретил свою младшую сестру. Она была заперта в сарае и даже не знала, что он ее брат. Поэтому он спросил об этом своего отца, и тот рассказал ему, что в каждом поколении их клана рождается демон, который всегда находится в теле девочки. Вот почему они избавляются от него как можно скорее, но в случае с Кисеки проклятие стало настолько сильным, что ее нельзя было убить, даже отрубив ей голову. Однажды Такару возвращается домой и видит, что его отец лежит в луже крови. Он отдает ему свой меч и просит либо убить сестру, либо спасти ее. Такару сразу же направляется к обрыву, где находится его сестра, но не может убить ее, потому что она его сестра. Кисеки, которая наконец узнает правду о том, что Такару и ее брат счастливы, но демонические силы не позволяют ей приблизиться к нему, и она падает с обрыва. Вернемся в настоящее время. Ука, которая тоже страдает от одиночества, говорит ему, что это он спас ее от тьмы, и теперь она хочет разделить с ним его ношу. Такару, который вот-вот сломается, соглашается с ее желанием, и тут Нагура помогает им выбраться, используя свои связи. Остальные девушки тоже ждут его снаружи и отводят к месту, где инквизиторы сражаются с Волгалой. Тем временем, Орочи, один из лидеров Волгалы, тоже прибывает на место и вступает в бой с Хаэто. Хаэто приказывает Кюйо выполнить его задание защитить Кисеки. Но Кюя неправильно понимает приказ и пытается убить Кисеки, но Такеру снова мешает его глупым планам. После того, как Такеру победил Кюу, он вытаскивает Кисеки, которая извиняется перед ним за доставленные неудобства. Но Такеру толкает ее в плечо и говорит, что обязательно найдет для нее место в этом мире, которое она сможет назвать домом. В этот момент, как обычно, из ниоткуда появляется Хаунтед и все портит, когда одна из его роз пронзает грудь Такеру. Это приводит Кисеки в ярость. Демонические отродья Кисеки распространяются по всему городу, сие разрушение и смерть. Но это только еще больше удивляет Хаунтеда, который хочет заполучить силу Кисеки для своих целей. Тем временем, Сугэцу наблюдает за происходящим с высоты, когда рядом с ним появляется Сузаку и спрашивает, хотел ли он, чтобы она увидела, на что способны Кисеки. Сугэцу отвечает, что он пожертвовал целым городом, чтобы она увидела потенциал силы Кисеки. Сузаку удивлена и спрашивает, хочет ли он, чтобы она остановила Кисеки, но вместо этого Сугэцу заключает с ней пари, сможет ли Такеру убить свою сестру или нет. С другой стороны, Ака появляется на месте происшествия, чтобы спасти Такеру, но Хаунтед не позволяет ей это сделать, так как Такеру важная фигура в его планах по контролю над Кисеки. Поэтому Аке ничего не остается, кроме как наконец-то объединиться со своим пожирателем реликвии, Владом, чтобы принять форму охотника на ведьм и победить Хаунтида. Однако, несмотря на использование этой силы, она все равно не может победить его, так как демонические отродья Кисеки продолжают вмешиваться. Марии и другие девушки тоже пытаются сдерживать демонических отродей Кисеки, продолжая их убивать, но у них быстро заканчиваются боеприпасы и мана. Тем временем, Такеру снова оказывается в стране снов, где Ляпис спрашивает его, хочет ли он получить силу, чтобы исполнить свое желание. Но для этого она возвращается к вопросу, который задала ему в прошлый раз, готов ли он пожертвовать самым дорогим, чтобы получить эту силу. Такеру отвечает, что будет следовать своему сердцу и желаниям, и Ляпис исполняет его желание, заключая с ним новый контракт, контракт охотника на богов. В новой форме охотника на богов, Такеру даже удается развеять доспехи Уки. Отдав ее на попечение девочкам, он отправляется делать то, что не смог пять лет назад, решить, хочет ли он защитить ее или убить. Но на этот раз он решает следовать своим желаниям, но как всегда это становится для него испытанием. У Такеру нет другого выбора, кроме как уничтожить его, чтобы добраться до сестры. В конце концов он решает спасти ее, когда ее демоническая сила исчезает и она падает в его объятия. Он относит ее к девочкам и говорит, что не хочет никого бросать, будь то его сестра или друзья. Су Гэ Цу приказывает прибраться и просит Орочи уйти. Субтитры создавал DimaTorzok